Бум кик-шеринга с начала туристического сезона в Махачкале. Вот несовершеннолетний со своей маленькой сестрой. На скорости свыше 20 км в час. Едут по проезжей части. Создают аварийные ситуации на дороге, но главное подвергают свои юные жизни. Серьезные опасности. Родители не в курсе, признается мальчик, просит не показывать лица и обещает не повторять подобные трюкачества. Ваши родители куда смотрят? Как это за ее безопасность? Вы же не понимаете, что может произойти с вами на дороге. Любая машина, на ней совершить на массу. Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам, чтобы не отпускали своих детей и не оставляли без присмотра, для того, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. Объясняли всю опасность, которая может их ждать на дороге при управлении такими самокатами. Если же вы захотите взять в аренду самокат, то вы считаетесь пешеходом, поясняют в ГИБДД. Выезжать на проезжую часть запрещено. Кататься можно по велодорожкам и тротуарам. Однако многие граждане, решившие впервые прокатиться на таком транспорте, не знают правил дорожного движения. Он там с семьями, с тремя детьми решил попробовать. Дочка говорит, а, Павел, посмотрим, что такое. А ПДД не знаю. Знаю, что сейчас идет ситуация. В России практикуется, что у нас самогады часто сбивают детей. И на фоне этого сейчас хотят вынести, насколько я знаю, что они приняли, не приняли с Госдуми, рассматриваются, куда закон. Это ситуация, это жизнь. Все в жизни не предвидено. Что на самокате, что на машине, что пешком сейчас будет идти, а машина сбьет. Это все, а ситуация, это жизнь. Вы жить будете аккуратно ездить, наверное. Безусловно. А этих ребят задержали за то, что рассекали не по проезжей части, а по тротуару. К тому же были без шлемов и не имели прав категории М. В городе можно кататься везде. Я взял его покататься, прокатиться. Вообще нужна ли специальная экипировка, на твой взгляд? Вот сегодня почему ты без шлем? Специальная экипировка не нужна. Почему ты без шлем? Ну, потому что там по правилам ПДД я читал. Мне сотрудник сказал, что там написано. Я прочитал перед ним. Там не было написано ничего такого про шлем, про экипировку. Потому что она едет максимум 60 км в час. И то не факт. В ходе этого рейда был обнаружен сомнительный пункт проката скутеров. По внешнему виду от мопедов тут только название. Разбитые фары, неработающие указатели поворота, поврежденные корпуса. А ведь все это может стать причиной серьезных аварий. К тому же, как оказалось, арендодатели не проводят идентификацию желающих покататься по паспорту. По улице Гамзатова выявлен один из таких пунктов проката, где скутера даются на прокат, несмотря на то, что у них имеется ли водительское удостоверение категории М. Лица совершеннолетние или нет. В каком состоянии они находятся. В нетрезвом состоянии, наркотическом опьянении или другом каком-либо состоянии. Не проверяется дееспособность этих лиц, которые берут на прокат эти скутера. Соответствующие органы разберутся в законном деятельности этих лиц, на каком праве осуществляется данный вид деятельности. И в отношении тех лиц, которые организовали этот пункт проката, будут соответствующие меры приняты. Правовую оценку дадут уже компетентные органы. Всего было выявлено 12 нарушителей и составлено столько же административных протоколов. Весь личный состав Дорожной инспекции ежедневно планирует проводить выездные рейды, чтобы сократить количество аварий. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала.